Праздник Вербного Воскресения, или как называют его болгары района Лазер, весьма почитаем в Тараклии. Его традициям и обычаям ребятишек обучают с самых малых лет. В детском саду номер два работники перевивают любовь и уважение к болгарским обрядам через рассказы и постановки. Мы должны сохранять традиции и обычаи болгар. Мы закладываем это с детства, чтобы дети знали свои традиции и обычаи. Обязательный элемент праздника – танец и песня, которые исполняют девочки в честь хозяина дома, куда они пришли. Тропой, тропой, гурище Лазаре, на юношку горище Лазаре, на юношку горище Лазаре. Ближе к Вербному Воскресению собираются несколько подружек, разучивают песни и отправляются ко всем своим родственникам и знакомым. Ксюша Дечева знает всю историю праздника, как зародилась эта традиция ходить по домам и почему хозяева дома дают девушкам в дар сырые яйца. Станая мумича это доводит на лазар, яички, яички до петь песни и яички до зимы. И синий, когда уже настанет Пасха, красные яички. А красный цвет обозначает красный Иисуса Христа. Несмотря на свой юный возраст, очень любит этот праздник Эмилия Ризова. Она строго соблюдает все его традиции и разучивает песни. Когда наступает праздник Лазар, я рано встаю, красиво одеваюсь, беру корзинку и иду на Лазар. К своим бабушкам, к своим грозным, к своим соседям. Я там пою песню про Лазар, они мне дают яички, денежки и что-нибудь сладенькое. Мальчики в этот день остаются дома. Миша Ковальчук этот праздник тоже очень любит и встречает в своем доме девочек, которые обязательно споют болгарскую песню. Они мне приходят, поздравляют меня, приходят, танцуют сначала, потом уже они немного уставают, садятся на стул, а я не уставаю, садюсь на стул и их угощаю. В праздники, посвященном традициям и обычаям вербного воскресенья, приняли участие несколько групп детского сада. Детишки смогли поиграть под веселую музыку, исполнить разученные с воспитателями песни и танцы, как болгарские, так и молдавские.